всем привет я рад вас приветствовать у себя на канале urban scout спасибо что смотрите подписывайтесь ставите лайки и комментарии мне все очень приятно все смотрю все ценю о чем сегодня хотелось бы поговорить хотел бы вам сегодня рассказать про свои часы про опыт эксплуатации про то какими я вижу и 10 часы и так далее я давным-давно гоняюсь часами это так сказать меня научили с детства мой дедушка всегда носил часы мой отец всегда носил часы я также продолжаю тоже носить часы на повседневку каждый день мои первые часы это были амфибия восток мне их подарил дедушка вот так они выглядели они до сих пор у меня фоточки я вставлю все это была механика достаточно неплохие часы но я считаю не лучший вариант как первые часы после этого у меня были электронные часы там аналоговые кварцевые так далее в армии я тоже продолжал носить часы это были эти амфибии не обошлось без g-шоков здоровых крутецких также у меня были casio pro track несколько моделей casio 5600d знаменитые casio montana и так далее на сегодняшний день я остановился на часах от фирмы orient это модель orient ray 2 фоточки все вставлю разумеется эти часы мне подарила жена на свадьбу буквально там три года назад часами пользуюсь каждый день часами я доволен а говорю что я их ношу не снимая как на работе так и дома я в них сплю я в них купаюсь ношу вообще не снимая они у меня уже достаточно зашарканы я их несколько раз неплохо положил они у меня падали на щебень конечно царапины есть но на работе это не сказывается по поводу характеристик механизм в этих в этих часах от epson японские а а f69 если вам это о чем-то говорит размерах 41 6 миллиметров диаметр высота 13 миллиметров вес 174 грамма есть автоподзавод и ручной подзавод минеральное стекло и водонепроницаемость у них заявлено 200 метров 20 бар часы поставляются такой вот коробочки к ним идут документация не вижу смысл показывать это не обзор это не unpacking упаковка достойная когда я их покупал три года назад они стоили в районе 20 тысяч рублей сейчас конечно ценник сильно поменялся сказать сколько стоят они сейчас я не могу давайте перейдем в более близкое рассмотрение составлю видосики конкретно моих часов как вы можете видеть они у меня уже достаточно потрепанные зашарканы я реально ношу их каждый день я с ними работаю работа у меня руками поэтому часы достаточно часто получают по шапке так сказать помимо этого мне что понравилось в этих часах хорошее минеральное стекло но достаточно стойкое к повреждениям его сложно как-то сильно поцарапать или сколоть хотя часы у меня дважды падали на щебенку с такой с хорошей высоты с приличной и как вы видите царапины и есть незначительные также на часах есть безель что такое безель и зачем он безель нужен для дайверских часов для того чтобы эдакий таймер для того чтобы сделать себе напоминалку в какое время у вас там закончится воздух и так далее короче эдакий напоминание таймер когда там часовая или минутная стрелка перейдет на точку которая есть на безеле это значит что ваш час настал безель хороший керамические однонаправленные у него четкие в щелчки также мне в нравится что на этих часах хороший ремешок ремешок с двойной застежкой то бишь с подстраховочкой подобные часы без этой подстраховочки без этой второй застежки я одни уже потерял они у меня открылись и грубо говоря слетели с руки также на часах есть покрытие фосфорная суперлюминола которая позволяет часам вот этим белым точкам в темноте светится вариант достаточно хороший видно отлично вот это заряд так сказать от солнечной энергии здесь держится всю ночь там вы ночью просыпаетесь 4 утра к примеру смотрите на часы они продолжают светиться все видно все отлично никаких проблем нету по поводу выбора механических часов как я сказал я никого не призываю выбирать именно механику это мой вариант на котором остановился я сейчас механика всегда в моде до классика всегда в моде так сказать они никогда не устареют всегда будут актуальны с помощью механических часов вы можете определять сторону света имея определенные навыки ну и так далее конечно же вы можете это сделать с помощью крутых там casio pro track вы можете это сделать с помощью смарт-часов сейчас в каждом утюге есть будильник и секундомер и компас но это не столь долговечно это не так красиво выглядит как мне кажется ну и смарт-часы у меня тоже были слишком умные часы мне в итоге не понравились мне не нравится когда слишком много функционала когда отвлекаюсь смотрю там какой-то пульс какие-то шаги на самом деле эта информация которая не во мне 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 особо не нужна это просто функция ради функции вот в общем то это был мой взгляд на часы на и 10 часы я бы вам посоветовал механику может быть это будет другая механика есть много часов от фирмы сейка достаточно бюджетных не говорил брать сразу дорогие не советую вам брать сразу там всякие там дорогие ориен к примеру или там rolex и просто попробуйте механику вдруг вам зайдет не зайдет продадите купите другие я так делал ничего там страшного нет для меня такие вещи как ножи фонари часы они приходят уходят в этом нет ничего страшного нужно пробовать выходят новые модели более интересные и попробовать их всегда хочется наверное я бы не хотел всю жизнь проходить в одних и тех же часах но конкретно эти я оставлю так как это подарок от супруги и сохранить его хотелось бы это был небольшой видео обзор мои мысли по поводу опыта эксплуатации механических часов спасибо что его посмотрели что пишите лайки ставить комментарии все приятно все смотрю хотел бы как обычно вам пожелать мира добра берегите себя и своих близких всем любви и пока пока